МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для чего они нужны? Что там будет происходить? Ну, коль мы живем на уникальной Егорской земле, наша арт-резиденция тоже будет уникальна. И в отличие от классического формата, когда на конкурсной основе творцы принимают участие в работе резиденции, создают свои шедевры, в нашей арт-резиденции будет еще запланирована поддержка проекта в сфере креативных индустрий. То есть это та сфера, которая появляется на стыке культуры и экономики. Так, давайте более подробно остановимся на вашем направлении. Что будет включать в себя образовательная платформа? Чем будете заниматься? Кого будете обучать? Ну, для начала сказать, что в арт-резиденции будет много направлений, и образовательная платформа – это всего лишь часть. Сейчас сразу скажу о тех, которые будут интересны помимо образовательной платформы, жителям – это арт-мастерские под названием «Мануфактура», развитие направления урбанистики, медиа, также это развитие изобразительного искусства. И уже переходя к образовательной площадке, безусловно, целью арт-резиденции будет передача знаний и навыков формирования в сфере креативных индустрий. Поэтому арт-резиденция, образовательная ее платформа, будет динамично развиваться, учитывая тенденции всемировые. И мы выделили приоритетные направления, поэтому у нас предполагается студия урбанистики, студия кино, студия нового медиа, студия Digital Lab и студия Soft Skills, которые будут, непосредственно Soft Skills, будут развивать, так сказать, мягкие навыки, которые помогут достигать. Все, кто будут приходить в арт-резиденцию по разным направлениям, это для них бесплатные будут занятия, так назовем, или что? Или это какие-то другие цели преследуются? Ну, во-первых, в этом еще уникальность нашей арт-резиденции в том, что она открыта для всех возрастов, для всех жителей. И предусмотрены программы, как для школьников, которые будут в течение года, и также кратковременные интенсивы для взрослых, от двух до пяти дней, для того, чтобы повысить уровень в той или иной сфере. Ну и, безусловно, тут уже процесс сам организации, он еще находится в процессе разработки, обдумывания. Давайте все-таки на вашем направлении остановимся. Вы будете отвечать за платформу образовательную? Да. Что это такое? Что там будет? Кто может принять участие? И вообще, что в итоге должно получиться? Для чего это? Ну, основная цель, помимо, как я уже сказала, передачи опыта, это, в первую очередь, общение с профессионалами своего дела. Мы планируем коллаборацию с хорошими мастерами, которые будут приглашены для работы, особенно это касается кратковременных курсов. Давайте поясним, для всех, может быть, кто-то не знает, что такое коллаборация. Да, сотрудничество. Сотрудничество. У нас вот арт-резиденция тоже из двух иностранных слов состоит. Переведем арт и искусство. Мы с этим уже разобрались. Да, разобрались. Так, хорошо, коллаборация с наставниками. Да, важный момент – это формирование творческого сообщества. То есть, те, кто будет обучаться, по сути, создается так называемое сообщество, которое во многом будет как раз-таки двигателем креативных индустрий, как в городе, так и в регионе. Ну, а на примере можем привести, кто будет условно вести... Этими наставниками. Наставничество, да. Например, какое направление может быть? У нас может быть направление урбанистика. Есть специалисты, которые являются... Так, урбанистика – это? Что там, чему будут там обучать? Тут идет развитие городской среды, комфортной для жизни человека, с учетом, опять-таки, различных особенностей, экологии и внутренних потребностей человека, чтобы город... То есть, они будут разрабатывать некие площадки какие-то, где можно прийти, поиграть? Это максимально актуальная сегодня тема. Да, в том числе и да. Причем, очень интересный проект – это если это будут дети, которые будут разрабатывать площадки, на которых бы им самим хотелось бы поиграть. Это вдвойне интересно, мне кажется, для них самих. Да, например, если вот сказать про soft skills, то это мы будем опираться на концепцию 4К – развитие креативности, критического мышления, коммуникабельности и командной работы. И, в частности, использовать технологию TRIS – теорию решения изобретательских задач для развития уже мышления наших, так сказать, подопечных. То есть, это все со школьного возраста, возможно, с 7 лет, правильно мы понимаем? Да, даже, может быть, младше. Мы планируем, да, разновозрастные группы. Ну и самое главное, конечно, что тут у нас нет возрастных ограничений. Любой желающий... А время обучения, подскажите, как долго это будет происходить? То есть, это также делится на курсы, либо это вот в течение одного года они получают образование, и вот в свободное плавание уходят. Программа может быть очень динамичной в зависимости от курса, может быть длительная программа на весь год, которая состоит из коротких модулей, которые все объединяются одной какой-то темой. Может быть, просто краткосрочные курсы, если нам есть такая потребность и необходимость среди наших жителей в проведении каких-то определенных мастер-классов, лекций и так далее. Тамил, последний вопрос. Кто может стать наставником? Вот захотела Марина стать наставником, может ли она быть вот этим коллаборатором? И участники как могут попасть к вам, куда обращаться? Ну, я думаю, когда арт-резиденция откроет свои двери, станется сразу известно по поводу именно участия. Это, конечно, будет, я думаю, освещаться активно во всех соцсетях и во всех СМИ. А как стать наставником, я думаю, что без проблем, когда человек обладает опытом, а особенно он хочет им поделиться, безусловно, мы будем только рады. Ну что ж, спасибо большое, желаем вам успехов в арт-резиденциях и чтобы у нас наши будущие жители города, округа становились более продвинутыми, креативными, интересными и полезными. Спасибо большое. Увидимся через несколько минут. Спасибо.